ну в смысле вот и добрался наконец доделайся и frozen wilds речь конечно же об игре horizon 0 вниз если не смотрели мой предыдущий ролик крупный по этой игре то скажу вкратце игра очень даже неплохая потенциал у нее огромен но к сожалению многие идеи просто не доведены до ума сюжет интересен и интригующ но не шедеврален атмосфера музыка и антураж вот это все на высоте собственно эти три элементы тянут игру на себе однако обилие квестов и не самый короткий скажем так сюжет растягивает время проведенное в игре и ты попросту устаешь от нее в отличие от того же god of war который я прошел за поем проходил и до обзора и после обзора и мне в итоге было мало horizon лично меня сильно утомил но то было несколько месяцев назад поэтому к освоению делать я приступил отдохнувшим и что тут можно сказать отдых пошел с приятию игры на пользу dlc рассказывает нам о тех самых мерзлых землях на которых обитает сырогое племя банук своими шаманами шайтанами и еще они выживляют синие провода себе под кожей извращенцы собственно silence один из них был о нем там тоже можно разузнать называется эта местность зарубкой но вы можете называть ее просто skyrim потому как и он и зарубка списаны со скандинавов холодной заснеженной землю суровые норды со своими обычами в стиле мы выживаем а вы там со своими этими новшествами идите в жопу вот оба этих аспекта переданы отлично не нарушая стилистику игры да глупо любую заснеженную местность называть skyrim согласен коль на то пошло хоть площадь зарубки куда меньше площади skyrim она сделана значительно красивее разработчикам в принципе отлично удавалось на протяжении всей игры демонстрировать игроку потрясающие пейзажи и в dlc они продолжили эту славную традицию казалось бы ну горы ну деревья ну шагоход почти что а т а т ходит ну мы тоже самое уже видели в оригинале но дизайнерам удалось передать атмосферу так что тебе реально кажется будто в комнате стало холодно мне у точно казалось наверное это потому что форточку не закрыл но все равно потому что мало показать снег нужно его еще и обыграть про мелочи вроде оставленных следов на снегу и прочего я даже говорить не буду все же игра технологически новая но вот к примеру почти бесконечно валящий снег и горный туман они создают просто невероятно красивую картинку в один момент мы будем подниматься все выше и выше по сюжету прямо как на 7000 ступеней на глотку мира и чем выше мы будем забираться тем больше будет снега и льда сама контрастность окружения сменится и падающий снег на фоне неба даже днем будет казаться черным и само окружение будет будто бы источать мороз особенно классно это ощущается в помещениях разумеется без руин предтечь не обошлось по факту зарубка это бывший елустонский заповедник который момент кризиса прикрыли чтобы тайком на его территории разрабатывать новый искусственный интеллект собственно останки этих комплексов по-прежнему ожидает посетителей застывший в вековом льду и когда ты гуляешь по этим промерзлым помещением все также на высоте выдержанным с точки зрения дизайна ты чувствуешь себя прямо как на северном ветре да вы наверное удивитесь но в эти моменты игра мне напоминает анабиоз сон разума конечно до такого уровня горизонту не дотянуть но задача и не в этом это все-таки совершенно разные игры ну а лично для меня такое сравнение это отличный комплимент кроме того элой нет нет да скажет что-нибудь в духе если я моргну то веки смерзнутся или пара за рта замерзает раньше чем я вдыхаю или иду я голый поскорей а не стоп она этого не говорит вот к тому же она постоянно ежится от холода на ветру волосы также колебляться в общем местность не просто декорация намекающая на холод игра именно через все вот эти вот мелочи показывает нам что тут действительно холодно очень жаль что в другой местности в оригинале она это не учитывает то есть в той же пустыне и лоя например сидя жопой на кактусе под салба не утирает ну это ладно второй аспект зарубки конечно же племя банук это такие своеобразные норды их жизнь сражение и выживание не любят они всякие блестяшки им подавай что-нибудь такое попроще знаете ну и обычаи у них варварские с точки зрения иных племен особенно южного карха с которыми банук кстати воевали долгое время сейчас у них мир поэтому в зарубке можно повстречать и охотников карха и даже торговцев из другого племени забыл какого извините вообще я обожаю игры в которых поведение и разговоры нпс меняются в зависимости от местности этим меня тронул третий ведьмак и пусть не в таком же объеме только в границах dlc но horizon zero down тоже идет этой тропой что не может не радовать под стать разумному населению здесь население неразумное помимо всяких там барсуков и горных меховых козлов здесь разумеется появились новые машины немного скажем так в две всего если не память не изменяет но поверьте посражавшись с ними вы поймете что этих двух более чем достаточно потому что это настолько озверевшие механизмы что просто туши свет бросай гранату местности dlc сама по себе высокоуровневая но даже будучи выше 50 уровня сражение с такими машинами даже один на один это то еще испытание я не скажу что не какие-то прям совсем уж не одолимы нет вполне себе одолимы но они действительно очень выносливые необычайно ловки и чересчур живучие то с какой скоростью они наступают без устали как ловку уходят из-под огня прям поражает если честно после них в игре истинных соперников остается несколько штук буревестник громозев и возможно еще одна крупная машина забыл название потому что все остальные лентороги лента жопы и прочие петухи механические вообще ни в какое сравнение не идут именно по мощи хотя размер то тоже имеет значение это огромные махины перекатываться и укрываться от которых довольно сложно к тому же есть ведь и новая особенность игры вместо зараженных территорий тут будут разбросаны этакие башни их можно перехватить это на время оглушить все машины в округе или уничтожить пока они целы они ремонтируют машины и импульсами отрубает щит вашего костюма если на вас надет соответствующие неудобство часто еще бывает в том что сражаться с этими огромными махинами приходится в довольно узких коридорах буквально вот в банальных отверстиях там тебя просто зажмут и докажут теорию относительности твоей жизни иногда от этого просто невообразимо горит седалище но назвать это минусом нельзя такая особенность ну а в целом кроме этих титанов индустрии по миру ходят все те же машины только теперь некоторые из них будут заражаться новым искусным интеллектом да сюжет тут в некоторой мере повторяет оригинал все было хорошо и вдруг пять лет назад машины будто бы озверели стали сильнее чаще нападают и вообще берега попутали а синий свет на который тут местные молятся стал меркнуть ну тут много ума не надо чтобы понять что это очередной искусственный интеллект возможно даже уже знакомый нам по оригиналу захватил местные производственные мощности и кур олесе тут найти налево направо сама сюжетная линия не пестрит откровениями или необычными сценарными ходами она прямая и простая но того не менее интересная чем оригинальная ее легко предугадать да но заниматься этим не хочется хочется спокойно следовать по сюжетным рельсам кстати могу похвалить местные диалоги мало того что озвучка стала намного лучше я конкретно про дубляж говорю так еще режиссура диалогов сдвинулась с мертвой точки в оригинале диалоги это два ракурса твое лицо и его лицо чаще всего восьмеркой если ракурса 3 то это уже праздник наверняка сюжетка тут же диалоги заметно чаще стали разноображиваться всякой всячиной персонажи двигают руками ходит с места на место камера берет разные ракурсы в общем проделана серьезная работа над ошибками заканчивая тему основной сюжетки она приятная интересная и в принципе достойная по всем параметрам хватает и экшончика и драматизма тоже увы она очень короткая даже наверное слишком возможно разработчики прислушались к совету сделать сюжетную линию покороче и укоротили делюсь и так что проходится но за один вечер речь конечно главные ветки но есть разумеется и дополнительные уже полюбившиеся нам без сарказма охотничьи угодья например они также обросли местом колоритом там шаманка тебе напрямую скажет что никаких нашивок солнца мы тут не даем сорян и их на заплатки для сапог извела вместо этого ты покажешь свое мужество и бла-бла-бла и такие лой покажут да хочу отвлечься и признаться что и логи нравится все больше и больше то есть мало того что она рыжая это уже плюс 100 карме так она еще и в принципе сделана красиво как игровая моделька не помню говорил ли я в том ролике об этом но точно скажу в этом она прям отлично контрастирует с местным окружением щечки румяная сама на тоже такая прям гибкая прыткая особенно на фоне стариков с которыми мы будем путешествовать по сюжету красота но так вот вернуть к теме помимо охотничьих угодья есть еще и шагоходы забыл как они там называются можете напомнить в комментариях если хотите кстати некоторые сперва придется еще и починить есть лагерь разбойников котел есть правда только по сюжету ну и немало побочных квестов поставлены они ничуть не хуже оригинальных и планку отлично держит в проработке не отличается от сюжетных это радует все это не дает заскучать в снегах а значит что еще не дает заскучать снегах правильно новое оружие да новый тип оружия волшебный посох ну то есть как волшебный он не более волшебный чем все остальное в игре в общем это палка с приделанным к ней огнетушителем который отлично гасит огни волков собственно только им я и спасался блин не могу представить что творится на высоком уровне сложности электропалка бьет током прямо как действительно волшебный посох возможно есть еще и другие аналоги мне попадались только эти два также появились новые луки из модельного ряда банук а также новые шмотки из коллекции зима зима тысячи хрен знает сколько и одежка и луки и вполне интересно имеет свои свойства к примеру регенерации здоровья или же усиление выстрела при максимальном натяжении что вообще спасает и не раз правда купить эти шмотки можно не за обычные осколки и прочий скарб а за синие кристаллы на которые тут пускают слюни отдаются они за выполнение квестов вот это я понимаю интересная система от этих осколков и детали уже полны карманы в общем если посмотреть со всех сторон на dlc морозные земли это очень качественная работа над ошибками идеально было бы если бы они еще механику доработали но это тогда была бы уже совсем другая игра возможно ко второй части такие переработают 7 августа 2020 года игра такие появится в стиме и в нее уже войдет это самый dlc теперь вы знаете что играть в него явно стоит отличная вещь целом про него как таковое больше сказать нечего однако у меня есть еще и другая тема для обсуждения знаете когда мне говорили о токсичности и сообщества игроков playstation я не верил честно я тут такого в комментариях победал за три года я не думаю что это сообщество чем-то кардинально отличается от тех же любителей xbox или свеча ну или пока боярда точнее я не думал в великий акбак как же я ошибался знаете нет нет да встречаются люди которые называют меня желчным душным и прочими словами которые сейчас в тренде так вот площадки какие же вы сука желчные душные я реально просто охренел от наплыва вашей желчи под роликом про horizon вы просто затопили ей комментарии у меня рука устала вас дегенератов банить раньше у меня было две резонансных темы религия ведь я веру на это плохо и политика ведь я ватник а это плохо теперь еще третье появилась поругать эксклюзив playstation или нет даже не поругать просто не согласиться с его неоспоримой гениальностью и все ты уже да тут затруднительно потому что я не пока боярин поэтому ход пошли помимо проклятий реально проклятия сейчас не шучу я бы показал вам но я от охренения комменты потер проклятий в мой адрес пожелание смерти ребят что с вами не так ну так вот помимо этих замечательных моментов были так сказать иные менее угрюмые излияния которые можно обобщить и распределить по тезисам и вот по этим тезисом я бы хотел пройтись ну начну самого вами любимого ну точнее не вами меня конечно разные люди смотрят я если что не обобщаю я прекрасно понимаю что повсюду есть кретина думаю и вы понимаете что я имею ввиду ну так вот излюбленный момент у меня кривые руки поэтому то мне управление не понравилось кривые руки это вообще индульгенция для любой игры нет это не сделано неудобно это у тебя руки кривые другим тоже не понравилось значит у них тоже кривые меня и в недавнем ролике про спекопс тоже в этом обвиняли согласитесь безапелляционный аргумент как мне его опровергнуть что послужит доказательством я должен каждому продемонстрировать свое мастерство ведь ему же понравилось как мне то может не понравится какую игру в принципе нельзя оправдать этим высказыванием правильно никакую я тоже могу сказать что были люди которые проходили dark souls на гитаре для гитархиру а вы так можете нет так потому что у вас руки кривые теперь вы это знаете почему-то наши с вами кривые руки не мешает нам спокойно играть на геймпадах во всякие uncharted или god of war к примеру просто кто-то не может смириться с фактом что управление в horizon не самое отзывчивое и работать там есть над чем да кстати я понимаю что у меня очень сложный юмор доступны только мне и богам но я правда не знаю кем нужно быть чтобы не понять что ноль вниз это стёб особенно когда на этом прочтении делается акцент тем более учитывая то что в игре ясно говорится о проекте нулевой рассвет да я понимаю что умный тут только вы а я вообще даун раз последний ну по крайней мере теперь я осознаю кто верит во все эти искренние эмоции некоторых блогеров не буду называть имена но это я так еще один неоспоримый тезис выкинь свой дешевый монитор в окно и купи нормальный раз для тебя ночи слишком темные обожаю его или настрой яркость на мониторе или вообще всем удобно ему неудобно тоже гениально кстати да вот во первых далеко не всем что можно увидеть по тем же комментариям я уже рассказывал что впервые увидел horizon еще в год выхода у друга на плойке и пока мы с ним сидели час и играли он минут двадцать из этого часа настраивал телевизор вот эти все яркости контрастности насыщенности при том не подряд а в разбросе по этому часу наверное ему тоже нужно было выкинуть телевизор в окно кстати а не многовато ли нужно выкинуть у меня например и на телевизоре и на новом мониторе аналогичная ситуация монитор у меня дорогой по моим меркам я на него полгода копил за 20 тысяч взял если это дешевое говно то извините за сколько я должен купить хороший монитор чтобы наслаждаться одной единственной игрой за стоимость той самой playstation или за стоимость нового мощного компьютера показательно то что на старом мониторе с яркостью все более-менее нормально так это может не мне а кому-то другому стоит выкинуть монитор в окно только в прохожих не попадите и пофиг на яркость я понимаю что ночь есть ночь а знаете где еще ночь есть ночь везде скайриме ночь есть ночь ведьмаки и ночь есть ночь в аркс вата не стоп там нет в проектах без открытого мира на ночных миссиях мы можем одеть пнв или прочесть заклинание для зрения в темноте или использовать фонарь в конце концов никто здравом уме не будет заставлять тебя ломать глаза добрых полчаса примерно столько длится игровая ночь в том же сноураннеры симуляторы внедорожников ночи очень темные особенно в лесу но есть мощные фары а в играх вроде скайрима и ведьмака дана возможность перематывать время игрок поступает так как ему удобно кроме сюжетных моментов где время суток обусловлено а в horizon что ничего играй как есть костры есть но перематывать время на них нельзя некоторые сочли меня дебилом потому что можно просто я не понял как мол каждый отдых у костра перематывает немного время на ваших глазах я проделал эту операцию несколько раз подряд на улице как была ночь так и осталось кто-то потом проговорился что перематывает это совсем чуть-чуть буквально секунд 30 от того самого получаса ну если так то извините я и вправду дебил не догадался до столь очевидного момента кстати когда я играл первый раз я загуглил как перематывать время в horizon и что же я нашел несколько ответов и еще вот этот вот в стиле а зачем ночи же так красиво ведь так задумали разработчики да интернет полнится гениями про настройку яркости каждые полчаса я даже заикаться не буду вы сами наверное понимаете насколько это немного неудобно почему-то ни в одной другой игре у меня таких проблем не возникало даже том же сноураннере ну и давайте наверное закончим этот цирк дюсалей финальным тезисом который меня больше всего удивил я нехороший человек и обзор у меня плохой потому что я внимание хвалю игру про феминизм заметьте как расходится мнение я нехороший и потому что хвалю и потому что ругаю как бы я не корячился я все равно плохой и каждый из хороших считает что корячиться я должен именно в его пользу ради его одобрения воистину ничто так не портит идеи как его фанаты вы можете говорить что угодно но я не увидел там никакого феминизма да без дураков там очень много женщин руководительниц скажем так вожди шаманы они очень часто представлены сильными и крутыми в то время как мужчины на их фоне могут казаться какими-то уж вялыми иногда такое бывает но обратных ситуаций не меньше просто на них мы уже внимания не обращаем потому что это в порядке вещей я не вижу ничего плохого в том что женщины показаны сильными в мире где слабые умирает очень быстро можно конечно сослаться на первобытный общинный строй и прочие аспекты социализации женщин в обществе но игру не первобытные люди делали разумеется идеи феминизма наложили отпечаток на horizon но здесь их проявление не выглядит дебильными племя с матриархом и что матриархи шаманки заметьте племя самое недоразвитое а самое крутое племя самое развитое с королем руководители отрядов или даже вирдов аналог малого племени в dlc иногда женщины ну что там такого огляните вокруг на современных мужчин мы с вами вопроса хозяйства порой так комично выглядим что просто от ас какой-то смех и грех я недавно искал холодильнике молоко пять минут нашел в холодильнике же прям перед глазами бутылки с надписью молоко как так вообще можно про холодильник это конечно шутки ради но силы и выносливость это еще не все что нужно конечно тот же и дмитрий юрьевич услышав это назвал бы меня малолетним ну вы знаете кем да и сказал бы что не может женщина руководить отрядом озверевших мужчин или что-нибудь в этом роде но если вы в это верите то для вас любая игра будет феминистической наверное скорее вы тоже презираете нет а почему вам что-нибудь говорят имена лидия арилет йоргис дельфина ярл морфола забыл имя это все сильная женщина кто-то даже и руководит ватагой озверевших мужчин северных кстати мужчина в общем какой-то у вас странный взгляд на мир честное слово вы видимо не сталкивались с действительно явными проявлениями феминизма хотя я слышал что в последнем last of us впрочем об этом как-нибудь потом как-нибудь совсем потом я к чему веду я разочарован в сообществе плочников сильно разочарован мне после такого вообще не хочет с ними контактировать и кому бы захотелось такая агрессия и безумный фанатизм кого хочешь отвадит не нужно так не позорьте хорошую консоль с интересными эксклюзивами которые все чаще переливаются на компьютеры но это уже совсем другая история по моим подсчетам horizon должна выйти на пк уже завтра и скорее всего ее высоко оценят особенно те кто уже играл на консоли в конце концов действительно есть за что но как же будет забавно муцерры если оценки будут хотя бы смешанные но это так отголосок потенциального злорадства в общем я пожалуй пойду еще погоняя по снегу по бочке поделаю не уверен что пройду я на платину как год оф вор ну все же чего и вам желаю а